Чего так вдыхаешь? Да что же, все равно напряжно. Напряжно? Это только цветочки. Ты что, дальше круче будет? Ты как живой мужчина идешь? Да. Потому что для них живых мужчин не существует. Это на самом деле так. Ни в одном законе, ни в одном кодексе нет слова мужчины или женщины. Да они не тебя идентифицируют, а персону они буквально паспорт судят. Они судят паспорт. Кто его задержал? Полицейский? Ну, короче, все, его в камеру однозначно. Сегодня-завтра проведут суд. Либо штраф, либо от одних до 15 суток. Что делать в этом случае? Надо так подписать, чтобы у них протокол развалился. Ежедневно по 20-40 случаев в каждом городе. Ой, ребята. Чего, ребята, я говорил, я предупреждал 3 года назад. А сейчас вы в шоке, не знаете, что делать. Ну, если это все сработает, то они его отпустят. А если не сработает, тогда срок назначат. Вот, уже отлично. То есть тебя в камеру не посадили. Уже хорошо. Уже сработало. Берешь мой пакет бумаг мой и по нему шуруешь. Сначала знакомишься с материалами дела. Выписываешь каждую фамилию. И каждую фамилию вызываешь в суд в качестве свидетеля. И допрашиваешь под видео. Вызвать всех, кто дежурил в это время. Раскручивай по полной программе их. Я обращаюсь к мужчине в черной манте. Бери, переделывай под себя и вперед из песни. Я хочу, чтобы вы перенесли как минимум на неделю. Ты воли свою проявляй. Надо было писать без ущерба точка, без оборота на меня. Какие участники, вызывая в качестве свидетелей. Ты понимаешь, что такое свидетель? И ты сможешь доказать, что он соврал. То ему грозит административная статья. Их трясти начинает. Они боятся каждое слово произнести. Ты вообще должен был каждого полицейского записать на бумажку. Любую фамилию, которую увидишь в материалах дела. Каждого вызывай. Ты любому должностному лицу можешь заявить отвод. Нельзя вдаваться в крайности. Одна крайность это взял, просто роспись поставил. А другая крайность. Нет, я ничего ставить не буду. Он ни в одной такой графе свою роспись не поставил. То есть он контракт не подписал. Уже протокол не подделывают. Потому что он там застолбил его, засрал. Алло. Алло, привет Антон. Привет. У меня к тебе просьба, ты можешь сейчас говорить? Слушаю. У меня, короче, брата задержали на 48 часов. Вызвал работодатель. Ну, что типа он маску не одевает. И они вызвали. И на него, короче, его задержали и увезли. Сейчас изъяли телефон. Я, короче, всех на уши подняла. Какие мои действия? Вот подскажи, я вот девочка в растерянности. Кто его задержал? Полицейские? Ну, не в этом городе, в другом. А куда вывезли? В отдел полиции? Ну, не знаю пока. Вот ничего. Они сейчас, я им звоню, они телефон у него изъяли. Да ничего страшного с ним не случится. Составить протокол 20.6.1. Так составляли уже. Уже все суд вынес. Это вот до этого было. А сейчас на работе его задержали. Типа он был там без маски и не получил, там, какую-то бумажку ему не выдают, то что он не одевает маску. Он говорит, я защищен, это вы одеваете маску. Я так понимаю, это на работе ему на него вызвали. Представляешь? Они ему озвучили, что они задерживают его на 48 часов. Если 48 часов, то это, скорее всего, 19.3. Не по виновению законному распоряжению сотрудника полиции. Да, не по виновению они ему сказали. Во-во-во-во. Это, короче, двое суток его задерживают для того, чтобы провести суд. Скорее всего, завтра, ну, короче, все, его в камеру однозначно составит протокол. Сегодня-завтра проведут суд и назначат там либо штраф, либо от одних до 15 суток. Что делать в этом случае? Что вот мы должны? Вот сидеть ждать, молодцы ребята задержали, хорошо работали. Маску не одел. Да. Что, пусть сидят ребята? В смысле, пусть сидят? Звони в полицию. Какой город? Красноуфимск. Красноуфимск. Вот, звонишь в МВД Красноуфимск, говоришь, что задержан такой-то, такой-то, фамилия, дата рождения. Требую сообщить информацию. Я являюсь его там сестрой родной. Требую сообщить на каком основании, по каким статьям, где он сейчас задержится. Ну, в принципе, все. А что еще можно сделать? Вот когда он выйдет, можно обжаловать то, что они там наклепали. Все же зависит, как он себя вести там будет, в чем он подпишет и как подпишет. Не надо отказываться от подписи. Ну, это плохо. Не надо отказываться. Надо так подписать, чтобы у них протокол развалился. Ну, вот этот, я поняла. Я ему сказала, что подписывать таким способом мы уже подписывали тот протокол так, как, ну, вот, под принуждением. Вот, вот, под принуждением. И это, права не разъяснены, требую защитника. Вот с такими словами. Без оборотов. Сейчас я ему ничего уже не скажу, не у него изъяли. Я ему сказала, подписывай документ, вот, как я тебе сказала, под принуждением. Угу, правильно. Короче, я сейчас просто только могу в МВД позвонить и все, да? Да. А в Москву звонить там, что вот такое беспредел. Вот документ же есть, я такой же запрос отправила в Москву, объявлен ли у нас режим ЧС в нашем округе. ФЕР нигде не объявлен. Вот документ сейчас, статья, я видела в этом контакте. Слушай, подожди, подожди, Наташ, если бы это был единичный случай в состоянии тишины, да, то это можно было бы шумиху поднять. Но сейчас это происходит ежедневно по 20-40 случаев в каждом городе. Угу. Это все, это пошло массово. Что делаем? Какие действия наши? Ну, я пояснил. Звони, выясняй, где он, что он, и это по каким статьям задержан. Угу. Когда состоится суд. Хочу присутствовать на суде в качестве защитника. А, ну, кто там? Есть кто-то в Красноуфимске, кто может на суде присутствовать? Ну, кто-то. Мама, что она, как она бросит? Ну, ребенка на детском, ну, что она там? Ну, вот если тебе откажется предоставлять информацию, надо, чтобы мама позвонила. Ну, буду сейчас говорить. Ну, все, вот эту информацию выясняйте, и все, и вот только ждать его освобождение. А вот когда он выйдет, то там уже действует, действовать надо. Ой, ребята. Что, ребята, я говорил, я предупреждал три года назад. Действуйте, пока есть время. А что действовать-то, Антон? Вот что делать? Мы ведь только вокруг тебя и ходили. А что действовать-то? Что действовать-то? Да не надо было вокруг меня ходить. Надо было вместе, это. Каждый должен был ходить. Куда, Антон, ходить-то? Вот налоговый, вот так же вот эту спрашиваю, чтобы они вот так ласты закручивали нам. Что вот мы вот там, что бы мы добились-то? Зато вы научились, как действовать в таких ситуациях. А сейчас вы в шоке, не знаете, что делать. Нет, ну почему? Вот я все сказала, что я протокол под принуждением, все как бы. Они же понимаешь, они же больно так женщинам, ну, как бы так себя не ведут, только вот к мужикам в основном вот так ласты-то скручивают. То в магазине, то... Так под принуждением это не единственное, что надо было сделать. Там много всяких фишек. Ну, а какие еще фишки? Да такие, я же тебе говорю. Права не разриснены, требуют защитника. А ты только услышала это под принуждением. Нет. Если он там напишет, что права разриснены, и это там... Нет, 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 он пишет не разриснены, он это не подписывает. Ну, смотри, он это только пишет. Ну, смотри, вот он протокол составил, что подписал после... ну, вот когда его... 20.46, вот этот вот. Он написал под принуждением вот эти, подписал. Все равно выставили постановление. Штат 2000. Ну, беспредел, да. Ну, вот, вот что делать. Вот составили мы это заявление, требование об... Как надо было обжаловать в апелляцию. Ну, вот, написали к часу. Надо отправлять было, а не видишь, ребята-то... Ой. Ну, короче, ладно, Антон, сейчас буду звонить, если что, приду тебя беспокоить по поводу. Звони, звони, звони. Эти буковки, да? А протокола-то нету, никто ничего не составлял. Они просто его задержали и сейчас в суд привезли. Протокол, скорее всего, составили. И это... Пускай еще пишет волеизъявление на ознакомление с материалами дела. Я хочу, чтобы заседание было отложено на такой-то срок. Я хочу, чтобы меня освободили и чтобы я на воле ознакомился с материалами дела. То есть это волеизъявление писать, да? Да. На отдельном листке. На отдельном листке, ну, это, конечно. Ладно, Антон, благодарю, сейчас перезвони ему еще раз. Пускай мне напрямую звонит, дай ему мой номер телефона. А, сейчас, дорогой, сейчас, 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 скинул. Давай. Давай. Алле. Добрый вечер, Антон. Привет. Это Сергей тебя беспокоит. Который? Не помню. Ну, мы встречали с тобой как-то в прошлой зиму. Я Наташа, он брат Наташа Кажакова. А, от тебя задержались? Сегодня, да. Ну, 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 ну. Вот, я хотел бы проконсультироваться, если тебе никогда можешь какую-нибудь рекомендацию дать завтра. Ну, отклонили дело, на завтра я похоро... О, уже хорошо, уже хорошо. Похороцательствовал защитники, то есть, мне защитника не предоставили. Завтра я себе найду защитника, то на завтра отклонили дело, ну, заседание сюда. Вот, уже хорошо. А тебе что там меняли? Подожди, какие статьи меняли? 20.61 и 19.3, я правильно понимаю? Не, только по 19.3. 20.61, это просто рапорт составили, и все протокол. Ну, протокол, это протокол по 20.61. А завтра по какой статье заседание? 19.3. Вот, уже отлично, то есть, тебя в камеру не посадили, уже хорошо, уже сработало. Вот, так, что я хотел. А завтра ты, это, так, по 19.3, завтра, да, заседание? Завтра, да, 2 часа. Во, пиши, ты волеизъявления писал на ознакомление с материалами дела? Я в устной форме заявил, то есть, они меня ознакомили. Я тебя не спрашиваю в устной, я тебя спрашиваю в письменной, заявил или нет? Ты в письменной не заявлял? Вот, я тебя спросил, писал ли ты волеизъявления? Что-то там устно говорил, меня не интересует. Значит, пиши сейчас волеизъявления, я хочу, чтобы дело было перенесено на более поздний срок, в связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела. Все. И завтра приходишь, и в канцелярию, если в канцелярию не пустят, она закрыта, входишь в заседание, ты как живой мужчина идешь? Да. Ну, что, заходишь, показываешь паспорт, говоришь, это персона, а я живой мужчина, хозяин имени такой-то, Сергей. Так. Еще, заходишь и говоришь, вот, у меня есть волеизъявления, я хочу ознакомиться с материалами дела до начала заседания. Мне такая возможность не была предоставлена. А я уже... Говоришь на словах, полностью зачитываешь свое волеизъявление и говоришь на словах. Мне необходима как минимум неделя, потому что мне нужно изучить материал и подготовиться к защите, и найти защитника. А сегодня я не предоставил им паспорт, хотя он был при мне на заседании. Да им без разницы, они по форме 1П. Ты им имя, отчество называл? Они же составили на кого-то протокол. Они составили протокол досмотра, якобы, короче, вывернули мне все карманы и достали у меня паспорт был с собой. Ну, они взяли паспорт и сами составили. А, ну вот. Ну, на суде-то я представлялся живой мужчиной, хозяин имени Сергея, и меня судья так называл. Это когда было? Сегодня, вот. А ты ни аудио не видел, ничего не записал, да? Я нет, у меня телефон-то... Ну, была аудиофиксация с их стороны. Во, во, во. Приходишь с флешкой, волеизъявление не забудь написать. В том числе требует предоставить для ознакомления аудиопротокол заседания вот от сегодняшнего числа, если они ввели, конечно, аудиозапись. Ну, мне сказали, что ввели. Ну, вот и указывают, что со слов секретаря там или кого, полицейского или того же судьи, ввелся аудиопротокол. Это могут подтвердить там секретарь и полицейский, и судебный пристав, которые присутствовали, чтобы это не было голослом. Всё, и дальше берёшь мой пакет бумаг мой и по нему шуруешь. Вызов свидетелей, разрешение на аудиосъёмку, на видео. Ты где находишься? В Красноуфимске? Да. Ну, короче, ищи телефон, который и видео можно снимать, и аудио записывать. Как минимум три часа. Берёшь мой пакет документов, бумаг, он у тебя есть? Видел мои видео? Нет, но я вот сейчас буду смотреть всё на канале. Ну, в первую очередь, посмотри, два заседания посмотри. Видеопротокол первого заседания, там длится он сколько, ну, два часа. Ну, включай полторашнюю скорость, и это за 45 минут посмотришь. А потом со второго заседания это увидишь, что я там выиграл дело. И берёшь пакет бумаг и это, действуешь. Ясно? Так, с этим понятно. А то есть паспорт можно смело предъявлять им, да? Да, ну, это без разницы, что вы его так боитесь, как огня какого-то. Ну, и есть бумажка, и есть, какая разница? Нет, я просто так понял, что если они тебя идентифицируют, то паспорт... Да они не тебя идентифицируют, а персону они буквально паспорт судят. Если вот это осознаешь, ты поймёшь, что они судят паспорт, они для того тебя и обескали, они у тебя изъяли без твоего спроса твою собственность, паспорт. Под протокол ещё, вот на это ты можешь наехать, что... На каком основании вы меня этот досмотр устроили? Что было подозрение, что я что-то... Я не сообщал персональные данные. Чего? Я не сообщал персональные данные. Ну и что, что не сообщал? Ты имеешь права ничего не сообщать. Вот я им это и говорил, а они говорят, что я... То есть составили неповиновение, что я не повиновался законным требованием сотрудника. Каким законным требованием? Что я им должен был предоставить персональные данные. То есть фамилия, имя, отчество, отрождение... Вот, вот, вот. Вот это всё, короче, берёшь пакет документов и вызываешь всех их, всех. Сначала знакомишься с материалами дела, выписываешь каждую фамилию, и каждую фамилию вызываешь в суд в качестве свидетеля и допрашиваешь под видео. Это всё хататайствами делается? Это всё делается волеизъявлениями. Это у меня есть пакет документов, пакет бумаг. Вон там 24 или 22 бумаги. Там всё расписано. Это всё волеизъявлениями? Да. Так, хорошо. А как быть, допустим, если там во всех этих документах, составленных полицейскими, неразборчиво написано, допустим, фамилии, ещё что-то, какие-то моменты? Как быть в этой ситуации? Ну, так и пишешь. Так как в протоколах невозможно разобрать фамилию, требую вызвать всех, кто дежурил в это время. Ну, причастны вообще, да? Да, буду в ходе заседания, будем устанавливать личность, буду опознавать их. Они будут приходить в масках, я буду снимать маски, будут говорить определённые фразы. Я их буду идентифицировать, то есть определять, кто из них это. Именно этот у меня досмотр, именно этот у меня из кармана достал, именно этот протокол составил. И всё, и требую устанавливать, от так называемой судьи требую устанавливать их личность. В чём проблема? Раскручивай по полной программе их. А я сегодня, допустим, затребовал документы у судьи, на что он отказал мне, что я не обязан вам ничего предоставлять. Ну, раз не обязан, всё, тогда ты не обязан его называть судьёй, ваша честь, уважаемый и всё остальное. А я вообще его разъединён был. Ну, ты как к нему обращался? Ну, просто на вы. Мужчина или женщина? Мужчина, да. Мужчина, мужчина. Ну, вот так и говори. Я обращаюсь к мужчине в чёрной манте. Угу, хорошо. Который называет себя судьёй. Ну, я... Который сам себя назвал судьёй, всё. Угу, понятно. А раз вы назывались судьёй, то вы являетесь должностным лицом и полномочием совершать правосудие, согласно законодательству РФ. Вот я к вам как к лицу и буду обращаться. Я обращаюсь к лицу в чёрной манте, который сам на себя называет судьёй. Угу, понятно, хорошо. Вы не подтвердили свою личность, должность и полномочию, потому что у меня... Поэтому у меня к вам нету доверия вообще никакого. Я вам на этом основании заявляю отвод. У меня там отводы, всё это есть. Возражения, всё есть. Бери, переделывай под себя и вперёд из песни. Всё хорошо. Заглядём. Так, ну, вроде... Вроде всё. Какие видео смотреть, понял? Да, но я смотрел их просто, может, невнимательно. Всё равно, в любом случае, можно сейчас пересматривать всё это. Чтобы усвоить и документы скачать. Да. И учти, что пакет бумаг, он уже устарел. То есть там, вот если последнюю бумагу поднимешь из списка, то там уже немножко по-другому написано, нежели в первой бумаге. Поэтому всё приводи в соответствии с последней бумагой. То есть там уже и шапка немножко другая, и слова там ходатайствуют, требуют убраны. И используя фразы «я хочу, чтобы...» И там ещё в конце перед росписи кое-что добавлено. Поэтому берёшь последний документ, и это вот то, что должно быть во всех. Ага, конечно. А на какой срок примерно могут они перенести дело? На их усмотрение? На усмотрение, как я как бы судил. Ну, почему на их усмотрение? Ты скажи, я хочу, чтобы перенесли как минимум на неделю. Ты воли свою проявлять. Вот у меня сколько было, но я тогда не проявлял волю, я именно просил через ходатайство и требовал, то есть настоятельно просил. И я срок никогда не указывал, и мне минимум на неделю переносили. А иногда даже спрашивали, а на какой срок вы хотите? Я говорю, как минимум на неделю. Ну, мне раз, и они ровно на неделю переносили. Ну, в принципе, причём на неделю-два ходили на подготовку. Да? Чтобы не затягивать, вышел там долго. Почему неделю? Потому что ты, когда пишешь волеизвеление на ознакомление с материалами дела, по закону они в течение трёх дней должны тебя ознакомить, то есть подготовить дело. А потом ещё у тебя что-то там ещё какие-то пять дней. Короче, там выходит восемь дней. Вот так вот. Поэтому как минимум семь дней тебе надо. Семь суток. А вот то, что я вот сегодня, они мне дали, вот перед тем, как уйти из этого зала суда, Не слышу. Они мне дали, перед тем, как уйти из этого зала суда, они мне дали какую-то бумагу там подписать, о том, что я ознакомился с материалами дела. То есть я там что-то сфотографировал, да, прочитал это дело, но на руках у меня ничего нет. И я подписал бумагу, якобы я ознакомился. Чё ты сделал? Ну, подписал, наверное, эту бумагу, что я ознакомился с этим делом. А зачем ты её подписал? Ну, я не знал, что вот такой момент. Ну, всё, значит, тебе откажут в ознакомлении с материалами дела. Скорее всего, будут пытаться. Но на это можно тоже сослаться, что можешь так написать в новом вылезавлении по поводу ознакомления с материалами дела, что я был в шоковом состоянии, и толком у меня не получилось сфотографировать. То есть снимки получились размытые. Поэтому, так как согласно законодательству имеешь право на любой стадии ознакомиться с материалами дела, требую ещё раз ознакомить. Я хочу слово «требование» использовать. Зачем ты там всё подписывал? Я вообще не понимаю. Вот тебе там дают какую-то расписку, ты просто берёшь на ней, крест вставишь, если прям заставляют, крест полностью вставишь и пишешь «цф.бай» там под принуждением. Всё. Родствись есть, есть. Ну, я так и написал же. Ну, ты же, крест, ты там вверху, там видел, что было написано? С правами и обязанностей ознакомлен. Ты это всё не перечеркнул. А, то есть всё это перечеркиваю? Да, конечно. Он же мне объяснял там права, мои права-то. А ты уверен, что он по закону всё разъяснил? По закону, если он тебе начнёт права разъяснять, это лекция на полчаса, как минимум. Ну, я же там написал, что ответы не принимаю, не акцентую, отрицаю, без учерва, без оборота на меня. Ну, ты правильно сделал, что ниже это всё написал, а не там, где вот эта вот подпись стоит. Ну, то есть я там не даты, в их графах я вообще не расписывал. Ну, всё правильно, только надо было это всё перечеркнуть, крест поставить на этом всё. Ну, вот этого момента я и не... А то получается, оно там всё написано, и ты как бы с этим согласился, всё, что выше написано. Ну, ты молодец, что ты написал там без акцепта, без этого. Единственное, там у тебя ошибка, там что-то... Да, я чуть-чуть там неправильно написал, что без ущерба... Без ущерба на меня ты написал. Да, без ущерба на меня. Надо было писать, без ущерба точка, без оборота на меня. Да-да-да, не каждый цвет cf бай подчеркиваем каракулю поставил и а . а . ну вот это уже говорит что ты под принуждением подписал просто все правильно тут ты себя защитил но если говорю на будущее вот такую я вот такие вот их не всякие расписки вообще никогда не подписывай даже не прикасаясь к ним это вообще не процессуальный документ это их не это это не только говорит на свою задницу просто прикрывает вот такими бумажками это развод для для этих для лохов называется поставил роспись все сам себя признал виновным и все они никогда ты ничего не докажешь все это готовый пирожок его только это в рот положить и разжевать все у меня же может допустим если я завтра воле явления делаю на приглашение плохо слышно ты чё-то отдаляешься или что делаешь я говорю что если завтра будет с моей стороны воле и явления на присутствие на судебном заседании всех участников дела да кто составлял протокол да не присутствие какие участники вызывая в качестве свидетелей ты понимаешь что такой свидетель ну слава со свидетеля прежде чем его это с ним разговаривать чем прежде чем он начнет говорить что-то с него берут подписку задачу ложных показаний если он что-то там это соврет и ты сможешь доказать что он соврал то ему грозит административная статья ясно это я порат из надо еще и доказать что он да неважно с них берут расписку это уже это мера воздействия они их трясти начинает они боятся каждое слово произнести тому же у них еще это все это общение со мной развелось под этим под видеокамеры их не дозор там все эти тоже материалы после того как ознакомишься с материалами дела требую это пиши пиши воли был или там пиши так прям так и пиши так называемый суд истребовал сделал судебный якобы судебный запрос в мвд и истребовал вот эти все видеозаписи системы дозор если если так называемый судья откажет это уже основание для отмены в апелляционном порядке потому что это заинтересованность он не истребовал до это главные доказательства вещественной слушай сергей у нас с тобой очень интересный разговор получился получается тебе отчетом ты куда-то пришел магазин или куда нет почему я на работе с утра я заработал на железной дороге не нужно подойти там я даже на пост предупреждение о скоростях предупреждение по маневровке ты работаешь на улице правильно нет почему я работаю на машине на улице по улице как по железной дороге на улице ты за рулем сидишь или на снаружи на на улице за машине стоишь нет я как бы в кабине у нас ну в кабине а там чё там тюктуру кроме тебя кто-то находится в машине машине помощник ничего и вот этот машинист получать на тебя вызвал наряд нет почему не машине а кто девушка вот и она выдает предупреждение бригада предупреждения скорости движения по перегону по станции такая вот такой вот нюансом в этой профессии ну то есть подожди получается начали на работе же это штрафовать за отсутствие маски правильно раньше только в магазинах слышу да ну там от нас сейчас требует чтобы были марки и это женщина сотрудник вот так вот жидко она требовала что это отказывала мне чтобы выдать предупреждение вот это не то что минут этот документ вы бы говорили а пока я не надену маску от вас не вышел как бы а ты говорил что согласно 417 постановлению они обязаны предоставить тебе эти средства индивидуально на счет 417 постановления и не говорил я и показывал губернатор нашего губернатора свердловской области там режим в час введен только для и управлять и для органов управления сил свердловской области и государства системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций ну что здесь слова нету а гражданин и человек да вот в следующий раз используя вот это 417 постановление если вы требуете то предоставьте ну они они вообще слушать не хотят просто они говорят там да не важно чего ни там слушать не слушать твое дело сказать и в это время аудиозапись еще вести а а потом суде бы это эту аудиозапись приобщить к материалам дела ясен смысл а то вы молчите ничего не говорите аудиозапись не делайте его потом а потом в этом заседании вам вам даже аргументировать нечем при разговоре с ней когда нет я ничего не финифицировал до косле еще раз говори об этом а я в заседании то это тоже об этом скажи а лучше напиши что должны поэтому поэтому согласны 417 постановлению обязаны были предоставить средства индивидуальной защиты не предоставили чуток вдыхали да все равно напряжно напряжно это только цветочки ты чё дальше будет я просто разговаривал за сотрудниками да я то есть показываем документы на право на норму права на какой указ вы ссылаетесь где обязывает меня надеть маски то есть они показывают указ губернатора указ правительства указ президента просто не хотят еще вот это ваши документы ну и параллельно пиши это сообщение совершено преступление на эту сотрудницу на этих полицейских на каждого в отдельности что превышение должностных полномочий описать и куда прокуратура конечно родные дамы это полицейских я взял ты вообще должен был каждого полицейского записать на бумажку если у тебя телефон и все тогда отобрали каждого на бумагу я записал ну все тогда тогда ты можешь свидетелей вызывать ну вот да да какой их всех каждого и эту женщину ну вот и и я не знаю как я могу узнать так узнай и и и полицейских и патрульных и дежурного и дежурный дежурного части и начальника дежурной части всех и каждого любую фамилию которую увидишь в материалах дела каждого вызывать вот я еще на момент когда составляли протокол по 26 1 еще там начали начать то есть после этого я прием был этот пижант вызвал каких-то соков ну это дело казаться там кого митина ну какой-то отдел сок я не знаю что это сделано ну и чё вот я у них ну то есть хотел оставить заявление о нарушении моих прав примите заявление от человека опять не называл им твои персональные данные и они отказались принимать заявление то есть я не знаю как принимать с такими данными я представляю живой живой мужчина хозяин и не сергей не называя неких персональных данных паспорт местных жителей возрождений и вот они мне отказали о том таки не приняли заявление отчеты заявление писал я хотим устной форме вам сказать что вот нарушается мои права что составляет подожди подожди причем тут устная форма я тебя спрашиваю ты хотел написать заявление чё ты в заявлении хотел написать что-то не правомерно составляет она меня протокол по 25 но это ни о чем надо было им отвод заявлять отвод составлял этот протокол конечно ты любому должному лицу можешь заявить отвод а как это делать ну как пишешь воле изъявления там также пишет живой мужчина хозяин да может добавить вот когда у тебя паспорт как говорится изъяли уже незаконно то есть улыбка нашли персону то ты можешь прямо уже заявлять что вообще нет смысла паспорт это прятать у меня тоже такое было я там в носке где-то еще там мне тоже досмотр был тоже нашли но это не имеет смысла вообще потому что наоборот надо показывать и тут же говорить проводить линию я живой мужчина а это персона я являюсь учредителем или бенефициарем данной персоны я ее генеральный распорядитель все и ты тоже самое пишешь шапки любого воле изъявления все а документы на отвод у тебя тоже под видео есть какие документы на тут они на мне но не более зелени на то нету нету это там надо было сразу на месте вот он тебе что-то не нарушил любой закон там не представился или еще что-то сразу говорим примите это доставайте протокол хустного сообщения у них должны быть такие и пишите мое устное сообщение меня за это я я живой мужчина хочу чтобы такой-то этот такой-то должностное лицо это заявляем вот вот все так ты умеешь то они вот это они тоже в шоке потому что для них живых мужчин не существует это по на самом деле так позвать мне в одном законе не в одном кодексе нету слова мужчина или женщина вот это я понимаю они так если ты понимаешь почему ты представляешься как ты заявить это учредитель и бенефициарий данной персоны и вы не указываешь персону вот от персоны они обязаны принять вот этот момент видишь вот я и уточняю то есть получается я я им сообщаю смело персональные данные да не свои а персоны персональные данные персон персональные данные они а потому и персональные потому что они относятся к персоне они к тебе а у тебя везде просто жить мои персональные данные мои персональные данные они не твои они бранные персоны вот персональные данные персоны я передаю и смело Фамилия, имя, отчество Место жительства Ну да, вот меня тоже На велосипеде задержали Я вообще Даже не стесняюсь Надо вам фамилию Нати Надо вам дата рождения персоны Нати Все я им продиктовал Они там протоколы, рапорты, акты Все посоставляли Вообще без разницы А в этом случае Как подписывать протоколы И там волеизделения, которые они составят Так же? Так же, под принуждением Я понял, хорошо Просто я-то их сегодня Вообще игнорировал Любой протокол Нельзя это игнорировать Надо учиться, как правильно делать Нельзя вдаваться в крайности Одна крайность, это вот взял Просто роспись поставил А другая крайность, нет, я ничего ставить не буду А надо так научиться Писать им там Чтобы у них этот протокол Как говорится Вот есть такое выражение Засрать протокол Вот мне недавно присылали протокол Там мужчина нигде не поставил Роспись, где должна стоять подпись Но в объяснениях он расписался Но не там, где Вот прям там есть специальная графа Подпись Он ни в одной такой графе Свою роспись не поставил То есть он контракт не подписал Но там есть вот там 8 строчек Где дается объяснение И он там пишет Я живой мужчина Хозяин имени такой-то Являюсь учредителем Министарем персоны такой-то Ничего не нарушал Никаких порушений не совершал Там моя персона Ничего не нарушала Без ущерба, без оборота на меня Под принуждением Под вашей ответственность То-то, то-то И поставил роспись И дату, и время Все То есть они уже протокол не подделывают Потому что он там Это Застолбил его Засрал, как говорится А если ты вообще не будешь расписываться Так они возьмут Перепишут этот протокол Как им угодно Потом двух понятых позовут Любых Они там распишутся и все Ну да А так ты свою том закорючку оставил Ты не в графе подпись оставил А в этом В отдельной графе А еще лучше вообще на отдельном Лиске писать И этот листок приобщать К протоколу Ну в протоколе Тогда получается Ну в любом случае Что-то там написать Надо его застолбить Понимаешь? Чтобы они его потом не подделали А зачем это застолбление делается? Вот они Они говорят Без твоей росписи Мы тебе копию не выдадим А когда ты Оставляешь свою роспись Но не там Где они хотели То у тебя есть все основания Получить копию И когда ты эту копию получаешь То все Протоколы они Новые составить не могут Это Можно наш разговор размещу Для всех? Очень важная информация Договорились? Добро Добро, конечно Все, давай Если что, звони Все хорошо Благодарствую Мы с Сергеем сейчас поговорили Он дал добро На размещение нашего разговора В интернете То есть я хочу видео сделать Потому что я ему там Посоветовал много Да, да Молодец, Антон Благодарю Давай Подожди Мне нужно Мне нужно твое добро Потому что я хочу Еще вставить предысторию То есть Те твои звонки Где ты рассказываешь Что его задержали Т.д. и т.п. Короче Все персональные данные Я поудаляю Позамазываю Даешь добро? Яко Все Все, давай Благодарствую Ага Давай, дорогой Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok